Там вот жито, вот в карпу я скидываю житу правой кнопкой мышки, там задать место назначения. Слева, вот где у вас название системы, где у вас автопилот ваш указан, вот это вот буква А, нажмите эту вот буковку А и у вас откроется меню. Есть такая не заходить в системы, занесенный в черный список автопилота. Сделайте так, чтобы вот это вот не было галочки, вы просто уберите ее. Открыли карту, у вас есть шестеренка там такая. Нажмите на эту шестеренку, есть космография и статистика. Выберите, например, уничтожено корабли за пледние 24 часа. Ну и видите, точки стали. Чем жирнее точка, значит, тем больше там народа. Теперь давайте посмотрим, на маршруте какая самая опасная система. Назовите, пожалуйста, или напишите. Курьида, джито. Ну да, само собой джито. Ну на маршруте, скажем, дожито. Уедама. Да, уедама. Ну кроме уедама еще есть что-нибудь опасное? Ну периметр тоже. Молодец. Давайте вот выберите периметр. Да, то есть это вот одна следующая система отжитой. На периметре правой кнопкой мышки нажали. В всплывающем меню выбрали планетарную систему добавить в черный список. Видите, маршрут изменился, правильно? Суть в чем, то есть вы теперь знаете, как добавлять системы в черный список. Со временем у вас их будет все больше, больше и больше. Вы даже забудете потом, что там за системы даже может были. Просто летаете, все у вас нормально. Какой-то груз ценный везете, или вы корабль ценный. Тогда вы вот эту вот галочку не заходить в системы, занесенные в черный список, ставите. Вот так она обычно всегда у вас выключена. Сейчас самое последнее. Запусти систему планирования маршрута. Там будет две закладки. И маршрут, и список опасных систем. И в этом списке опасных систем и будет этот ваш периметр занесенный. Все, давайте поржем. Внесите уедама в черный список. Нихрена. Помудрим теперь. Ну вот нам надо вот уедама черный список мы добавили. Зло, блядь, а что делать-то? Ну не лететь же столько, это маразм. Давайте как-нибудь сократим. Какие идеи? Есть какие-нибудь идеи у кого? Вот как вот сократить маршрут. Открываем снова А. По умолчанию выбран безопасный. Выберите менее безопасный. Смотрим на сколько эта система опасна. Может они спокойные, там никто не умирает. Ну давайте от Апанейка, да, мы смотрим. Там по первым системам, по-моему, сразу станет понятно все. Вот все, первые две системы сразу все понятно, да? То есть вариант отпадает. То есть в одной 82 человека зарезали, а в другой 187. Ну как бы понятно, да? Что делать? Самый короткий. Самый короткий. Ну хорошо, давай попробуем. Давайте пробуем самый короткий способ. Он не изменится особо. Все равно там. Да, там же, там же. Все верно. И что нам делать теперь? Вот как нам обойти эти системы? Мрачную точку протекать. Да в черный список добавь ее. Вот эту вот систему, которая тама 187. Просто добавь в черный список. Вообще идеально. Видите? И вот так вот удобно, в принципе, довольно быстро. Можно тыкать, тыкать, тыкать. И что у нас там остается? Сколько там? Один корабль всего заварили. Чтобы закрепить. А теперь нужно просто вот удобно, быстро не удалять системы, занесенные в черный список, а просто отключить их. Что нужно сделать? Просто обычно... Снять галочку. Правильно. Просто снимаем галочку. Не заходить в системы, занесенные в черный список. Это в настройках автопилота. И у вас всегда этой галочки нету. Вы влетаете, когда она у вас выключена. И только когда она вам нужна, вы ее поставили, у вас хоп, все загорелось. Обладая уже вот этими знаниями, в OpenAge на следующее обучение вам добраться будет, в принципе, не проблематично. Ну или, по крайней мере, хотя бы как минимум, вы сможете предвидеть, какая система опасная. К примеру, можно прилететь туда, заранее в другую систему, где более-менее безопасно. Там всегда спокойно так пролететь. Все равно это условно на шару, да? Надеюсь, что врагов там не будет. Потом пересесть на другой корабль. Да хоть на яйцо. Просто взять, яйцом полететь, посмотреть ту опасную систему. Есть там кто-нибудь из отморозков или нету в данный момент? Яйцо поймать довольно сложно. Смотрели, а никого нету. Вернулись в предыдущую систему, сели на свой корабль и полетели более-менее спокойно. Вы заранее знаете, где вас опасность может поджидать.